Добрый день. Добрый. Как ваше здоровье? Слава Иисусу Христу. Рад видеть. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Ну все, слушаю, говорите. Игнатий Тихонович, буквально пару вопросов. Первый вопрос у нас вот уже на носу, буквально через две недели, выборы президента Российской Федерации. И вот хотелось бы узнать, вы как старший пример для нас всех, для нашей страны, пойдете ли вы на выборы? Никогда не хожу. Ни одного раза. Не считая, в армии один раз был и написал, это не выборы. И сбросил эту бумажку. Мы не нуждаемся в этом, мы знаем, что Бог избирает, поэтому мы молимся. Вот мне бумагу подкинули. Вот. Я могу даже показать ее. Вот вам видно или нет? Вижу, вижу. Вот это четыре кандидата. Ну вот, понятие как. Мы молимся. Вот сейчас вот, что там насчет Навального. Я сегодня второе интервью дал по Навальному. По Библии, что говорится. Первая книга Старс, 25 глава, 25 стих говорит, что имя Навал переводится безумие. Вот такого безумца и возрастила страна. У него ничего нету. Подробные, наверное, пять роликов. Владимир Вольфович говорит об этом Жириновский. Один... Ну еще здесь есть Риттер, есть такой Скотт. Знаете, выступает он? Да, знаю. Вот он говорит. Это предатель. Это самый негодный человек. Я говорю о Навале. Навал, это главный центр слова. Тут ясно, понятно все. Мы молимся за правителей. Вы считаете, что он был агент Запада? Да тут не надо считать. И так, чего бы ради не бесновались. И что он дал? У него ничего нету. Только одно смуту посеять. Так, минутку. Что? Давай. Быстро. Ой, шустая какая. Ну вот такое дело. Это не означает, что мы безразличны. Мы все время молимся об этом, чтобы Господь управил, как требуется. Конечно, Бог знает лучше нас. Мы просим Бога послать правителя, какой он есть, или этого сохранить. Мы молимся о всех правителях мира, каких знаем. Слово Божие говорит, молитесь за старей начальствующих. Мы это и делаем. Это правильно, Игнатий Тихонович. Иначе ядерная война уже не за порогом. Уже всех в этом трубят. И Жириновский тоже говорил. Очень умный человек был, я считаю. Вы как считаете? Ну, он вел себя неподобно. В данном случае, по этому навалу, то абсолютно точно. Тут мы один к одному сошли с ним. Это очень нехороший человек был. Очень. Он еще не понимал даже в этом. А учился за рубежом. И вот сюда ему говорили, зачем тебе ехать сюда? Зачем? От смуту посеять, крови мало. Ответ дан самый положительный. Что он не нужен здесь. И он говорил, ему надо не два года давать, а 20 лет. А ему дали 19. И чтобы не здесь было, а там на Северном полюсе. У него все сошлось. Там вот Путин виноват, убийца. Выступает его жена там, Юля. Ну, она злобная такая, видно, Мегера. Женщина такая. Юля за границей, насколько я понимаю. Да, за границей она не приехала. Она не приехала. А люди-то, которые стояли, что они знали? А вот он, там людей много было. Там около 10 тысяч. 10 тысяч, если было, а в Москве 13 миллионов. Это на тысячу человек только один приходил. Один. А 999-то не были здесь. Да и там, чего они могли взять-то? Так что, тут я в курсе всех дел. У него почти ни одного ролика о нем нет, который я бы не смотрел и не делал выводы. Я понял. Интересная точка зрения, Игнатий Тихонович. Ну, все там говорить. И еще такой вопрос. Интересует, как туриста меня, ваш край. Какие бы места вы посоветовали посмотреть? Скоро уже лето, тепло будет. Хотелось бы все-таки посмотреть красоты. Какие места вы бы посоветовали? Ну, я не могу это советовать. Каждая, говорит, кукушка хвалит свое гнездо. И каждая лягушка свое болото. Я вот, я родился, мне это, кажется, лучшее место. И когда мы деревню православную строим. Вот такое мое мнение. Все вокруг околки. Мы столько прудов восстановили. Рыба есть. Всегда сено есть. Скотина пасется. Ну, когда свои. А когда поселяется какой-нибудь людей чужой, он все разрушает. Вот все зависит от нас. Сколько разрушено. В одном только Алтае уничтожено 400 сел примерно. А в стране полностью уничтожено 81 тысяча. Тут ясно дело, что одни лохмотья. А это главное, чем страна живет. Деревня помирает. А сейчас уничтожено в город. Вы знаете, что сейчас там большие забастовки идут с сельскохозяйственных работников в Германии, во Франции? Конечно. Вот так. Ну, и что спрашивать-то? А у нас никто не спрашивает. Вырасти его там. Пшеницу, там горох. У нас староста. У него теперь 1200 гектаров. Прямо за бесценок все это идет. Ну, 6-8 рублей килограмм. Ну, все, смеется просто. Ну, 8-то рубля одного ломтя хлеба не было. А сколько надо горючего? Сколько работы? Человек там обрабатывает поля. Ну, и тут говорить не надо. Все за свой счет. Даже вон в Казахстане уж не такая богатая страна. И помогают новые комбайны им. Дарят. А наши, которые у них сломались, покупают. Это неправильно. Главное, все жители, которые работают, раскулачивали. Ни в одной стране не было. Ни один завоеватель, ни Гитлер, ни Наполеон, ни Чингисхан не делал. Потому что это кормежка твоя. А тут подряд самых, которые у нас в деревне были, ну, это когда раскулачивали, 29-30-й год. Ну, и семь из семейств, которые работали. Там никаких работников не было, ничего. Но они лучше других работали. Все. Сослали, все погибли. 12 миллионов только загубило это, то, что я говорю, раскулачивание. 12 миллионов лучших тружеников. И поэтому мы выросли. Все сам должен достигать был. Дядя у меня три было, все погибли на фронте. Отец без руки. Еще спрашивать. Вот так. Вот смотри, какая у меня красавица подошла. Ну-ка. Ого. Беленькая. Вот она палевая. Паревая. Желтая. У меня голуби, голуби от него у меня есть. Здесь в комнате есть даже. Сейчас я вам покажу сейчас. Ну-ка, пойдем, посмотрим на тебя, а? Давай-ка. Да-да-да-да-да-да-да-да. Давай. Ух ты. О, посмотри, какой он шиненчик. Это они летают, переворачиваются. Трубачи. Ну, у меня разные есть сорта. У меня здесь и в деревне. Красота. Здорово, Игнатий Тихонович. У нас тут большая статья была в газете. Сохарева Наталья, она такая журналистка. И она написала статью про голубей. Заголовок. У злого человека голуби не живут. Вот и все. У меня алиби. Голуби. Это никогда не надоедает, как они воркуют. Курица кудахщат, уже надоедает. Гуси гогощат. А это нет. Я с детства держу голубей. Старость-то дает отходы, пшеницу. Ну, вот так. Игнатий Тихонович, еще такой вопрос, если есть время. На ютубе в одном из фильмов про вас столкнулся с сюжетом про еще старый фильм 90-х годов. Про катакомбы. Вы рассказывали там, что катакомбы в районе Потеряевки. Удивлен был очень, честно говоря, как вам удалось все это грамотно так сделать. Скрыть от властей. Это большое уважение. Замечательно. Ну, как? Ну, нельзя же так, что руки опустить и все. Я каждый раз спрашиваю только одну. Кто-нибудь это делал? Если хоть один человек делал сто лет назад, я принимаюсь за дело. Если он не делал, я с опаской подхожу. Почему никто не делал? Вот мне что приходится. Вот сейчас 38 томов книг вышло. В прошлом году у меня вышло 4 тома. Каждый том 880 страниц. Называется «Пропоть в стихах». В стихотворной форме. Этого никогда нигде не было. Это Бог дал. Просто Бог сотворил это. Это невозможно даже сказать. 3000, ну, почти 4000 стихотворений. Каждое стихотворение 36 строчек. Эпиграф из Библии. Примерно 80 поются в интернете. Положены на музыку. Так, слушаю. И по сей день ката-комбы существуют. Правильно я понял? Ну, где-то существуют. У нас еще теперь нет. Все дома построили. А-а. Ну, понятно, Игнатий Тихонович. Да. У меня вопросов на сегодня нет. Хотелось бы почаще видеться с вами. Дай Бог здоровья. Ну, Бог, конечно, дает здоровья. Мудрости набираться. Ну, набирайтесь. Я вам свои ресурсы скину. Все. Вы там найдете то, что больше нигде не найдете. Внимательно только смотрите. И когда идете сайт. А на сайте. Там я отвечаю студентам. Я вел занятия в пяти университетах одновременно. И там я отвечаю на 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология. И каждый вопрос решается по пяти параметрам. Люди не знают. А что это такое? Ну, вот я за кафедрой стою. А в это время бумажка поступает там. Вопрос задают. Я отвечаю, что по этому вопросу говорит Библия. Это 77 книг. Я называю глава, стих с точностью до одной буквы. Дальше. Что по этому вопросу говорят святые отцы. Патрология имени. Это 300 томов. Томов. Третий параграф. Что говорят правила церковные. 719 параграфов. Что говорят жития святых. 1173 биографии. За 19 столетий. И пятый. Почему вы знаете. Это что сказали 300 поэтов мира. За 200 лет. Это 20 тысяч файлов. Это вот каждый ответ. Который у меня там. Ну, вы увидите, когда я вам скину. Зайдете. Вот. Это Господь только мог сделать такое. Тысячи, тысячи вопросов сохранились. Я их и не держал. Вот стихотворения эти вышли у меня. Это получается. Вот когда бумага продается. Печатная. А4. Это 7 пачек. Одна на другую. По 500 листьев. Еще немного. И от Пердениза. Все это карандашом. Стихотворение написано. Ни одной помарки нигде нет. И сейчас нас спрашивают. Как берете где тему. Я в литературном институте в Москве. Считал стихи. Левошанин вел занятия. Ну, вот. Я говорю. У меня во время молитвы. Вот так вот проходит. Строка. Я ее не вижу. Я ее чувствую. А как может быть? Я не могу ответить на эти вопросы. Идет молитва. У меня рядом бумага лежит. Карандаши. Я сразу строчку записал. Строчку записал. Когда молитвы закончили. Я могу с завязанными глазами 35 строчек добавить. И вот 3467 стихотворений. И ни одной помарки нигде нет поправки. Как с чистого листа списанных. Как это может быть? Не знаю. И вот это было 12 ноября 1910 года. Я сказал. Больше не пишу. Сколько раз рука дрожала. Охота записать мысль. Но уже ни одного стихотворения больше не писал. Перешел на другое. И вот сейчас готовим к выпуску. Проповеди во свете Святой Библии. Не знаем, как сумеем издать. Но уже верстка началась. Каждый том будет больше по размеру. Чем эти книги вот обыкновенные. Выше и так. Каждый том будет 1300 страниц. Шесть томов. И уже корочки подготовлены. Ну не один работает. Целый коллектив. И поэтому проповеди, которые я говорил. Сейчас еще продолжаю говорить. В церкви. Их надо было из видео превратить в ворд. В буквы. И поэтому помогали люди разные. А когда уже не написали. Теперь я заново должен корректировать. И после меня там еще корректор. То есть работа очень большая. И помогали в этом деле. Ну то у нас уже месяца три идет. Шестьдесят где-то девять человек примерно. Вот сколько у нас. У нас сообщества здесь. И мы молимся. Вот пристаньте сюда. Если хотите. Попроситесь. Там все сказано будет. И тогда вы будете через каждые два часа. Вот через два часа у нас будет моление. Пятьдесят пять. Ну буквально сейчас уже начнется. Так подождите. Я сейчас гляну. Кто-то опять звонит. Вот видишь. Уже заходит. Так. Я вам скину сейчас материалы быстро. Остается тут пять минут только. Так что все. Основные вопросы разобрали? Да. Все. Во славу Божию. Вам сколько лет? Сколько лет? Мне двадцать два. А бороду зачем бреешь? Вот все. Положену на работе. Это обман. Бреются только гомосексуалисты. Потому что они безобразники. И подкаблучники. Это твоя власть. Женщина понимает. Она как за скалой за тобой. И самая лучшая. Ну посмотрите. Лев Толстой. Некрасов. Посмотрите как они выглядят все. Матрев. Я знаю. Очень сильно знаю литературу. Не выбросьте бритву. Она не нужна. Зачем на женщину быть похожим? Вот так. Я вам скину. И там будет обрадобритие обо всем. Запомните. Которые материалы дам. Там сайт. В сайте там все есть. Там что я на книге насчитывал. Ну все абсолютно. Тысяча вопросов. Все пока. С Богом. Отошел.